Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Некоторые руководители здравницы пляжей могут попасть под уголовное преследование. Об этом заявил сегодня глава Сочи. Лето без комаров. Под таким девизом стартовал курортный сезон. Вирус УЗИКа и малярии поставлен надежный заслон. Десятилетней сочинке Соне Дмитриевой нужна помощь. Заветная мечта девочки – спеть с братьями и сестрами. Эти победы куются в тишине. Сочи принимает финал открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». 4 июня в Сочи прогнозируются ливни. На реках возможен резкий подъем уровня воды и подтопление прилегающих территорий. Все экстренные службы курорта переведены на усиленный режим работы. Администрация города просит не находиться в зонах возможного подтопления вблизи рек и в случае ЧС быть готовыми к эвакуации. И к другим новостям. В Сочи на данный момент загрузка отелей «Здравниц» составляет 82%. Цифру озвучили сегодня на заседании антитеррористической комиссии. Для начала сезона такие показатели рекордные. Для этого муниципалитетам делалось все, отметила открывая совещание глава Сочи. Но проверки показали, не все еще готовы для комфортного и безопасного отдыха гостей города. А некоторые руководители «Здравницы» пляжей могут попасть и под уголовное преследование. Сезон уже стартовал. В городе более 100 тысяч гостей. Люди загорают и купаются. Но вот о полной безопасности в отелях и санаториях и на пляжных территориях говорить пока еще рано, подчеркнул мэр. Средства размещения должны быть полностью благоустроены и обязательно оборудованы видеокамерами. По большому счету в полном объеме выполнять паспорт безопасности. К сожалению, еще не все объекты размещения имеют такой паспорт безопасности. Это еще больше. Это уже, знаете, не столько даже неорганизовано, сколько преступно. Преступление. Даже сами некоторые недопонимают ответственность, если что-то произойдет. На устранение недостатков дано 10 дней. Потом повторные проверки. Если результаты опять будут неудовлетворительными, нерадивым хозяйственникам придется объясняться уже с прокурорами. На курорте 177 пляжей. Большая часть из них уже получила паспорта готовности. Но есть и аутсайдеры. К сожалению, в ходе проверки 8 пляжей уже не соответствуют требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах. Это, к сожалению, будут те же самые пляжи, они уже здесь звучали. Пляжи Лавского района, Санаторий Янтарь, Санаторий Лазаревская, муниципальные пляжи Дельфин, Свирский, Солоняки, Калипса, Чайка и пляж Усудоверфи. Это все пляжи одного района. В других районах пляжи готовятся пока без замечаний. В ходе проверки этих пляжей были выявлены грубые нарушения требований правил охраны жизни людей на водных объектах. Пляжи, которые не соответствуют требованиям безопасности, мы не допустим к эксплуатации. Такие пляжи не будут работать, люди на них купаться не будут. Глава города заявил, с нерадивыми арендаторами контракты будут расторгнуты. Обсуждали ситуацию на дорогах. На курорте опять пробки. Зачастую виноваты сами водители, которые паркуются там, где им вздумается, и дорожные инспекторы, которые бездействуют. Договорились с полком ДПС, договорились с ГИБДД, договорились с таксистами, ну имеется, перевозчиками, что, друзья, сегодня как никогда важно соблюдать правила дорожного движения. Посмотрите, что творится у нас на заездных карманах. Таксисты не то, что улучшили свою работу, они ухудшили. Потому что я вчера смотрел на Аджиникидзе, проводится саммит железнодорожников. Вы знаете, под знаками, везде машины, проезжают патрульки. Никто не обращает внимания. Глава города потребовал навести порядок и с дорожными указателями на трассах курорта. К примеру, с объездной можно попасть в любой микрорайон Хосинского и Центрального районов. А водители информируют, что эта дорога только на Джудгу. В итоге заторы на курортном проспекте. Анатолий Пахомов напомнил, все, кто игнорирует решения антитеррористической комиссии, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Российскому институту стран СНГ исполнилось 20 лет. Основной целью организации является определение и поддержка российских интересов на территории бывшего СССР. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный вклад института в развитие отношений со странами СНГ. И особо заслуги директора института Константина Затулина, который был инициатором его создания. Это было правительственное решение, и мы его активно поддерживаем. И тем более, освещаем пользу от того, что вы сейчас живете в целом ряде стран СНГ. В связи с юбилеем министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил группу сотрудников института знаками МИДа за взаимодействие. Мы стараемся вести работу так, чтобы не навредить, как врачи, в ближнем зарубежье той тонкой дипломатии, которую ведет Министерство иностранных дел. И мы очень признательны вам за награду и за ту высокую оценку авансов, которую вы дали нашему институту. Надеемся, что мы и дальше будем служить России, российской дипломатии и помогать, а не мешать Министерству иностранных дел. По окончании церемонии Константин Затулин принял участие в ежегодной встрече министра иностранных дел России с представителями Гражданского общества некоммерческих и неправительственных организаций. Несколько автобусов в Сочи изменят маршрут в связи с соревнованиями по триатлону. Об этом сообщает администрация курорта. Временные изменения будут внесены на 3-6 июня. В эти дни на курорте будет проходить 4-я летняя спартакиада, краевой чемпионат и первенство по триатлону на длинной дистанции. В связи с перекрытием улиц Широтная, Морской бульвар, Олимпийский проспект и частично улицы Триумфальная будут изменены схемы движения транспорта общего пользования. Так, маршрут номер 57К в прямом и обратном направлении будет осуществляться по улицам Триумфальная, Триумфальный проезд и далее по маршруту. 5 июня автобус пойдет через улицы Широтная и Казачья и далее по утвержденной схеме движения в обоих направлениях. Маршрут номер 124С будет двигаться через улицу Казачья в прямом и обратном направлении с разворотом в районе магазина Милана. Маршрут номер 125С заезд и выезд с ЖД вокзала Олимпийский парк будет осуществлять через улицу Чемпионов. Далее до остановки Совхоз Россия по существующей схеме движения. В администрации города состоялось заседание Совета по вопросам социальной поддержки многодетных. 270 участков для сочинских семей уже поставлены на кадастровый учет. Сегодня власти курорта формируют новые земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Рассказали собравшимся и о реализации новой дополнительной меры соцподдержки многодетных семей в виде кредитного субсидирования. На сегодняшний день муниципалитет предоставляет земельные участки многодетным в трех местах. Это село Верхняя Николаевская, улица Львовская в Лазаревском районе и Кудепста, где к имеющимся участкам добавили еще 50. Сейчас администрация регистрирует право на них. Это на Кудепсте. Территория по улице Искра, на левом берегу речка Кудепсте. Замечательное место по своей природе, по рельефу, по географии. И очень перспективное пятно развития даже не самого поселка Кудепста, а города. Ольга Шибзухова – мама четверых детей. Живут они в квартире, причем вместе с бабушками и дедушками. Собственный дом – мечта каждого члена многодетной семьи. Готовый предварительный проект, шутит Ольга. Ребята сами нарисовали комнаты своей мечты. Нас вводят в курс дела, какие проводятся программы для многодетных. Обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается и администрация, и город. Тем не менее, работа проводится, и надеемся, что все-таки все будут с земельными участками, с новыми домами. Пока руководство города решает формальные вопросы, у самих многодетных семей есть время, чтобы изучить все территории и выбрать конкретный участок. Рассказали участникам совета и об очередной дополнительной мере поддержки. Муниципалитет готов субсидировать процентную ставку при получении потечного кредита на приобретение жилья. На эти цели в бюджете Сочи на 2016 год предусмотрено 9,5 миллионов рублей. Суммы достаточно для оказания помощи 63 многодетным семьям. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Лето без комаров. По таким девизам стартовал пляжный сезон в Сочи. Курорт ни на минуту не останавливает активную борьбу с кровососущими насекомыми. Помимо специалистов Роспотребнадзора, в этой работе участвуют и сочинцы. По заявлению медиков, эти усилия дают свои плоды. Вирус УЗИКа и малярии поставлен надежный заслон. В летней столице не зарегистрировано ни одного случая этих заболеваний. Вот там сейчас, как я вижу, так штук 30 прям плавает. В эколого-биологическом центре гамбузию разводят в особых водоемах. Здесь ее называют «золотой рыбкой курорта», которая многие годы эффективно борется с комарами. По словам директора центра Елены Мальц, размножается гамбузия в неволе хорошо. Одна взрослая особь дает потомство от 30 до 80 штук. Уже вскоре это биологическое оружие против комара получат все сочинские школы, где работают летние лагеря. Дети и педагоги намерены выпускать его в пруды и озера. Сейчас мы их запустили. Сейчас они уже подрастают немножко. Мы их должны собрать для образовательных организаций, которые будут летом работать по этому проекту. И передать им, снабдив всей необходимой информацией, как развести, чтобы она у них была. По словам специалистов центра, гамбузия уже живет во многих водоемах курорта. И каждый сочинец может своими силами бороться с комарами. Ее можно выловить в трехлитровую банку или в какую-то другую емкость с достаточным количеством воды, чтобы она не задохнулась, перевести в достаточно быстрое время. Либо воды должно быть много и не закрывать крышку. Перевести ее в свой водоем, выпустить 2-3 рыбки. То есть вот как бы это может делать каждый. Свою борьбу с кровоцесущими ведут и сотрудники кладбищ. В Сочи их 107. Четверть из них имеют статус муниципальных. Управление по организации похоронного дела завершает второй этап дезинсекции подведомственных территорий. Рабочие прочищают аллеи от лишней растительности, распыляют спецвещества, уничтожающие комара. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые посещают кладбище. Не устанавливать емкости с водой, либо пустые емкости, в которых после дождей может набираться вода, ибо это создает разножение личинок, создает условия для разножения личинок. Сельчане от городских жителей не отстают. Памятки, почему нужно бороться с комаром и какие меры необходимо предпринимать, есть практически в каждом доме. Прошел дождь, полили растения, и обязательно нужно воду слить, чтобы личинки комаров не размножались, и чтобы в этом плане было все нормально. Андрей Етулян – житель села Барановка, уже в четвертом поколении. Своё подворье содержит в чистоте. Дождевую воду практически сразу пускают в дело, чтобы комарам негде было создавать свои колонии. У нас есть люди, которые ходят, ловят эту рыбку, выпускают водоемы, чтобы она там размножалась и уничтожала личинки комаров. По данным Роспотребнадзора, уже обработан 31 гектар городской территории и 55 социально значимых объектов. Сейчас специалисты начали подготовку к третьему этапу борьбы с комарами. Он стартует в середине июня. Дина Отман, телекомпания «ФКТ». Они давали клятву Гиппократа. Выставка под таким названием открылась в Музее истории города-курорта Сочи. Приурочена она ко дню медицинского работника. В экспозиции все об истории здравоохранения Сочи. Не только о дне вчерашнем, но и о медицине нынешней расскажет Елена Авсецина. Курорт Сочи – это открытие врачей. Именно они, попав сюда в конце 19 века, оценили возможности Черноморского побережья. Рождение курорта произошло в 1898 году, сразу после первого Всероссийского съезда по климатологии, гидрологии и больниологии, на котором прозвучал доклад комиссии по изучению Черноморского побережья Кавказа. Здесь развернули лечебные корпуса и начали практиковать новые методики. В начале 20 века в Сочи приезжает талантливый доктор Подгорский, заинтересовавшийся целебными свойствами мацесинской воды. Связь нашего современного здравоохранения с теми этапами, которые прошло здравоохранение города Сочи, медицина города Сочи, она незыблемая и одно из другого проистекает и продолжает. Все наработки, которые были сделаны еще в 19 веке, продолжаются сейчас и имеют свое новое современное звучание. Об истории сочинской медицины можно подробно узнать, посетив Музей истории города Сочи. Выставка под названием «Они давали клятву Гиппократа» продлится ровно месяц. Музей объявил акцию «Твой любимый доктор». Мы хотели бы, чтобы жители города принесли нам фотографии своих докторов, тех, которые лечили их самих, либо детей, и написали об этих людях. А мы впоследствии сформируем их личные фонды. На выставке представлены основные этапы развития больниц, поликлиник, станций скорой помощи, муниципальных аптек сочинского медицинского училища. И биографические материалы, и фотографии известных врачей Сочи. Гордон основал первую больницу в Сочи, врач Соколов ликвидировал на побережье малярию. Сейчас в Сочи 35 медицинских учреждений. В них работает 250 врачей высшей категории, 62 кандидата и 5 докторов медицинских наук. Ежедневно врачи оказывают помощь более 15 тысячам пациентов. А в целом на курорте в медицине сейчас задействовано 3700 человек. Это врачи и средний медицинский персонал. Многих специалистов пригласили из других регионов России. Сразу после оснащения больниц современным оборудованием в период подготовки к Олимпиаде. В Сочи стали делать сложные операции, которые раньше возможно было проводить только в краевой столице или в Москве. За два последних года сочинская медицина поднялась на максимальную высоту. Нашей съемочной группе разрешили присутствовать в операционном блоке нейрохирургического отделения 4-й горбольницы. Проводится второй этап удаления опухоли головного мозга. В поле зрения врачей женщина попала 4 месяца назад и когда уже не могла ходить, согласилась на операцию. После удаления большей части опухоли результат был налицо. Доктор Чаус объясняет, сейчас высокотехнологичное оборудование, риски практически исключены, поэтому исследоваться надо вовремя. Мы предварительно выполняем компьютерную томографию, на которой видим опухоль мозга, остатки опухоли. Это удаленная часть опухоли. Всю эту информацию на диске мы устанавливаем в нейронавигационное оборудование. После этого сопрягаем эту картинку с головой пациента и после этого в 3D виртуально в режиме реального времени мы можем позиционировать инструмент по отношению к голове, к опухолю, к доступу, к жизненно важным структурам. Это позволяет хирургу не наносить дополнительные травмы для больного. То есть мы можем очень точно выйти на любую глубину, в любое место головного мозга. Нейрохирурги имеют достаточный опыт, чтобы здесь, в Сочи, на месте проводить операции и на позвоночнике. Это воспаление или опухоли на шейных, грудных и поясничных отделах. Операции по удалению грыжи диска поставлены даже на поток. Главное, говорят врачи, сочинцы должны знать, у нас в городе уже есть возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь. И окажут ее те, кто, как и врачи 19 века, давал клятву Гиппократа. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Всероссийская акция «Чья-то жизнь уже не мелочь» вернулась в Сочи. Пункты приема, куда можно принести свои копилки, отдать пыляющиеся монетки на помощь тяжелобольным детям, подопечным благотворительного фонда «Линия жизни», открыты у торгово-развлекательного центра «Море-мол». 4 июня волонтеры будут работать с 13 часов до 17. В этот раз добровольцы собирают мелочь на помощь девочке из подмосковного Ногинска, Ксении Барановой, 1999 года рождения. У девушки деформация позвоночника и диапатический сколиоз четвертой степени. Необходимо на операцию в Центральном институте травматологии и ортопедии имени Пирогова сумма 1 миллион 150 тысяч 483,5 рубля. Акция проходит не только в Сочи, она проходит в других городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Волгограде тоже была акция. Общий итог по всем городам у нас примерно составляет около миллиона рублей. К слову, за все время проведения акции удалось собрать более 15,5 миллионов рублей, помочь 72 тяжелобольным детям стать здоровыми, а их родителям счастливыми. Десятилетней Соне Дмитриевой нужна помощь. В двухмесячном возрасте девочка получила тяжелую травму головы. Пережив различные операции и две трепанации черепа, Соня научилась ходить и даже немного говорить. Но чтобы не останавливаться на достигнутом девочке, необходима дорогостоящая реабилитация. Слово Инги Габешия. Соня действительно очень трудолюбивая девочка, а еще умная. Но вот проявлять все свои способности она только учится. Помогают ей в этом педагогии Сочинского центра источник и службы поддержки особенных детей и их родителей «Мы вместе». Родилась Соня здоровой и крепкой. Особенной она стала на втором месяце своей жизни. Взрослый человек упал в обморок, держа на руках малышку, в результате чего Соня и получила черепно-мозговую травму. Когда она была маленькая, когда травма произошла, у нее было две операции, две трепанации черепа. И тогда мы боролись не за полноценную жизнь, а просто за жизнь. То есть был вопрос, выживет ли ребенок. Потом мы боролись за то, чтобы она начала сидеть. Потом боролись за то, чтобы она начала ходить, говорить. И так вот каждый год, шаг по шагу, я считаю, что она побеждает постоянно. Десять лет беспрерывной борьбы, конечно же, дали свой результат. Сегодня у девочки есть шанс добиться большего. Но знания букв и геометрических фигур здесь, к сожалению, бессильны. Софии Дмитриевой жизненно необходима комплексная реабилитация в Питерском неврологическом центре. Там, благодаря уникальной технологии и аппаратуре, в клетках мозга ребенка могут образоваться новые нейронные связи. И тогда мозг Сони начнет полноценно работать. В Северную столицу уже в восьмой раз мама с дочкой поедут в начале июня. Стоимость курса – 128 тысяч рублей. И так каждые полгода. Семье, в которой помимо Сони еще шестеро детей, необходима помощь. Поддержку среди местных благотворителей помогают искать и сотрудники центра, в котором десятилетняя София получает поддерживающую терапию. Она такой прям лучик света. У нас действительно такой ангел. Ангел Соня. Наша организация называется «Мы вместе». Смысл такой. Мы просто хотим, чтобы все мы, жители города Сочи, мы подключились к проблемам и бедам этих детей. Потому что этих детей-инвалидов в городе около полутора тысяч. Это только официальная статистика. И родители очень часто не нуждаются в финансовой поддержке и помощи. И мы вместе действительно можем сплотиться и справиться с этой проблемой. София очень любит петь. Выздоровев, она мечтает спеть вместе со своими братьями и сестрами все те песни, которые помогали ей справляться с плохим настроением. Желающие помочь Соне могут перечислить посильную сумму на банковскую карту ее мамы. Номер карты вы видите на экране. Также ознакомиться с реквизитами можно на нашем сайте fkt.com или позвонив в редакцию. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Хоккейная команда «Сочинские дельфины» завоевала серебро на открытом первенстве Краснодарского края. У юных спортсменов есть традиция. Делиться новостью об очередной победе со своим талисманом. Кстати, живым. Обитает он в Большом Сочинском дельфинарии. Хоккейная команда «Сочинские дельфины» и «Большой Сочинский дельфинарии» не просто партнеры. Здесь живет талисман спортсменов. Дельфин по имени Новак. Ребята верят, Афалин приносит ему удачу. А потому после каждого турнира «Сочинские дельфины» навещают давнего друга. Пришли в дельфинарий похвастаться своими успехами перед дельфином. И, соответственно, что нам принес он удачу в этом сезоне. Хотелось бы выразить благодарность директору нашей школы, господину Петру Сырвановичу, который оказывает всяческое участие в нашей жизни. И также дельфинарию, так как они являются нашими партнерами. Вот благодаря этим составляющим добились в этом году такого успеха. На следующий год, думаю, будем первыми. Кубок юным хоккеистам вручила тренер Новака. А вот сам талисман вместе с собратьями поздравил ребят своим самым эффектным номером. Так как половиной наших зрителей являются дети, мы всячески стараемся прививать им любовь к спорту через наши номера, через номера, которые показывают наши животные. То есть у нас отжимается моржиха с удовольствием, дельфины, выполняют спортивные программы, кидают мячик в баскетбол и прочее. У нас очень много спортивных номеров, и мы надеемся, что это как-то благополучно отразится на детишках, которые смотрят это. Они будут тянуться к спорту, как ребята, которые играют в хоккей. Помимо всего прочего, обитатели Большого Сочинского дельфинария, что в парке Ривьера, с легкостью прыгают через обручи, занимаются акваэробикой, проявляют и творческие способности, рисуют картины, поют. И танцуют под музыку самых разных направлений, от ламбады до рок-н-ролла. Хоккеисты же, в очередной раз зарядившись безудержной энергией Новака, пообещали завоевывать самые высокие вершины спорта. А партнер команды Большой Сочинский дельфинарий, как и прежде, будет поддерживать своих подопечных во всех начинаниях. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи в эти дни принимает финал открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. В прошлом году турнир получил статус международного, поэтому в нынешних шахматных состязаниях участвуют и иностранные команды. Основанный в 1969 году всероссийский шахматный турнир «Белая ладья» ежегодно расширяет круг участников. Так, в этом году за шахматные доски, помимо трех сотен юных спортсменов из 80 регионов России, сели гости из-за рубежа – Латвии, Эстонии, Израиля, Белоруссии, Молдовы, Монголии и Армении. Команда из Киргизии – ребят можно было легко узнать по национальным головным уборам – участие в турнире принимают уже во второй раз. В прошлом году гостям из Средней Азии не удалось занять высоких мест. Решили снова попытать удачу. Как и в других странах, у нас тоже шахматы развиваются хорошо. У нас тоже была упорная борьба, но мы выиграли и получили право. Чтобы получить право попасть в финал «Белой ладьи» в Сочи, команды образовательных учреждений прошли жесткий отсев в регионах. В отборочных этапах участвовало более 5000 человек. Надо выиграть первоество школы, первоество города, первоество района, первоество области, а потом уже сюда попасть. Значит, ребят это мотивирует, даёт им стимул для регулярных занятий шахматами. Все хотят попасть именно в Дагомыс для того, чтобы поучаствовать именно в самых главных соревнованиях нашей страны. Кстати, 91 команда – это рекорд «Белой ладьи». В каждой сборной по 4 человека и не менее одной девочки. Возраст не старше 14. Главное условие участия в этих соревнованиях – это команда должна быть из одной школы. Это, скажем так, турнир из разряда массовых шахмат. То есть здесь профессиональных игроков, профессиональных, скажем так, ребят, которые занимаются, их попросту нет. Здесь именно вот школьная команда, любители. Кстати, действующий чемпион турнира – это команда Армении. Кто станет победителем «Белой ладьи» 2016, пока предугадать сложно. Команды победителей и призеры соревнований определятся по суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. Победитель получит право участвовать в международном турнире «Матч дружбы» с лучшей школьной командой Китая, где также, как и в России, знают толк в шахматах. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, отделочные материалы, двери, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. А я на этом с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...